Я знаю, что таких видео с лучшими способами заработка уже целая гора. Но это видео будет сильно отличаться от них, я покажу вам отличную тактику для заработка, а также расскажу, где это делать выгоднее всего. И если вы хотите заработать на свой первый или не первый аукционный предмет, то это видео для вас. Давайте скажу сразу, лучший способ заработка это шахта. Ни на охоте, ни на грабеже столько не заработаешь. Да и небезопасно это. Итак, для начала вам нужно накопить на кирку 6 уровня. Да, даже не 5, а 6. Я думаю, что у любого игрока будет при себе 6000. Если их нет, то можно поработать в медной шахте и за пару кругов насобирать 6000. Я например сначала купил третью кирку и за одну ходку в медную шахту получал в среднем 1500 долларов. Как только вы купили шестую кирку, то освобождайте инвентарь желательно до одной строчки. Я вот например взял пистолет и винчестер для самобороны. Кирку сам не знаю для чего. Лампу для того, чтобы все хорошо видеть. Ну и хардфор для обороны от медведей. Также рекомендую вам позвать своего друга, если он конечно согласится. Алло привет помоги ПЖ накопить денег на спидфайр ПЖ очень надо, я один не справлюсь. Пошел ты нахуй! Спавнимся на консервейшн кэмп. Едем к шахте, расположенной в трибал кэмпе. Десантируемся вниз. И еще раз десантируемся. Копаем все что увидим. Многие посчитают это мусором, но как раз таки с этих руд, а точнее с цинковой и железной падают сапфиры, аметисты, рубины и изумруды. Подпишись на канал, чтобы это видеть. Влад experienced. С вот такой вот я инвентарь собрал копай обычный цинк железо и уголь и собирал бы дальше если но пока я лежал подошел какой-то араб и забрал всю мою руду в таком случае не расстраиваемся идем шахту и говорим ему что аллах такого не одобряет он к сожалению продал все хотя у него было достаточно золотой и серебряной руды но я все же ему и отдал потому что как-никак мы собираем руду своими силами они отбираем и у других после того как вы набили свой инвентарь всяким мусором копаем возродившуюся руду цинк уголь железо возрождаются довольно быстро как только у вас будет полный инвентарь то выкидывайте менее дорогую руду и подбирайте более дорогую копая руды которые возрождаются инвентарь постепенно будет обретать такой вид минимум мусора и максимум драгоценных камней если объяснять этот способ вкратце то вы сначала копаете все подряд а как только инвентарь заполнится выкидывайте менее редкую подбирайте более редкую при этом вы не должны пропускать даже самые мусорные руды ведь даже в углей часто скрывается аметист или рубин а в цинке так вообще алмаз и вот после таких махинаций ваш инвентарь будет на максимум заполнен драгоценностями кстати можно дополнительно покопать вокруг сильвертауна там довольно много серебра и золото так как они спрятаны в разных местах я сделал карту расположения руд вокруг сильвертауна вы можете скачать его по ссылке в описании и что самое классное эта тактика работает на всех шахтах за исключением карьера там только одна руда и шанс выпадения из нее изумруда стал меньше чем раньше например с такой тактика я заработал на медной шахте возле бронзы около 4000 за одну ходку и наконец перейдем главному сколько я заработал за один раз пять тысяч и сто долларов и это реально очень круто конечно каждый раз туда-сюда ходить будет неинтересно поэтому советую вам помимо этой шахты проходится так по всем шахтам в игре по той же тактике получать гораздо больше именно так я заработал 100000 за 5-6 часов сумме ну а на этом все если вам было полезно это видео то помогите пожалуйста мне его продвинуть лайком подпиской или комментарием спасибо за просмотр всем удачи и пока удачи удачи Продолжение следует...